это день города в студии максим васильев здравствуйте главные темы дня в ожидании голубой мечты кто испортил праздник жителям шпала завода принцип мюнхаузена как спастись если провалился под лед объясняют профессионалы теплый новый год какой будет погода на все праздничные дни проект газификации рязанского местечка шпала завод приостановлен из-за жалоб на работы со стороны некоторых активистов недоумений местных жителей сегодня нет предела в защиту своей голубой мечты а газа здесь ждут уже без малого 50 лет они решили провести пикет еще совсем недавно жители поселка шпала завод радовались как дети спустя почти полвека здесь стали проводить газ подключение домохозяйств к основной нитки взяла на себя компания зеленый сад и вроде бы жизнь начала налаживаться в данный момент совместно с гор газом совместно с администрацией разработана дорожная карта по газификации данного района на сегодняшний момент этап номер один это заполнение подземного газопровода и врезка в некоторую часть домов по поселку шпал завод но радовались местные недолго уже спустя неделю мечта жителей шпала завода оказалась под угрозой вмешались так называемые градозащитники сейчас все работы встали возмущенные люди вышли на пикет это какая-то самодурство наверное просто вот жители уже настолько были рады когда вот у меня все вот даже повесили счетчик газовый на стене все ехали фотографировали все радовались что понимаю что летом работы будет идти еще больше а теперь вот опять людям приходится собираться встречаться чтобы отставить опять то что нам как бы обещала даже елена борисовна сказала что будем жить хорошо раз жили плохо начнем хорошо ирина майорова говорит о ноябрьских общественных слушаниях где глава администрации рязани елена сорокина выступила с заявлением что действующим градостроительным документом включая нормам права о зонах охраны памятников и ландшафтов проект строительства не противоречит в последнее время сама при поддержке специалистов признанных экспертов разбиралась в вопросах охранных зон в городе и возможного строительства на территории шпала шпала завода бывшего шпала завода а также тех проектов которые с этим связаны это большой серьезный вопрос его чувствительность я бы даже сказала болезненность я особенно ощутила в ходе своих встреч позиция жителей подтвержденная во время встреч в поселках шпала завода и борок проекту быть проект надо реализовывать но кое-кому такая постановка вопроса не очень понравилось того кто сегодня им как говорят жители шпала завода треплет нервы они конкретизировали на своих плакатах оказывается этот активист с местными жителями даже не встречался и вот теперь они очень хотят посмотреть ему в глаза люди уже готовы к переменам и вдруг вот такой почему вот интересно какие мотивации ну да он бы приехал бы с нами поговорила реально задал нам вопросы мы задали бы вопрос когда он от нас отстанет в конце концов от нашего поселка и что надо вот именно что от поселка надо почему такой интерес проявился к поселку вдруг никому не нужны были тут проявился интерес бороться за свою мечту исполнение которой спустя 50 лет замаячила на горизонте местные активисты намерены в том числе и через правоохранительные органы следственный комитет и прокуратуру обращение уже составлено как известно в новогодние праздники большое количество любителей порыбачить буквально тянет на лед который к слову пока не очень окрепший и случись чего что делать дальше мало кто знает вот специально для таких случаев сотрудники мчс провели своеобразный мастер-класс и обозначили четкую инструкцию как действовать если человек провалился под лед импровизированную трагедию сотрудники мчс разыграли на уже замерзшем водоеме в роли пьяного рыбака опытный сотрудник гимс одет подобающим в теплый гидрокостюм потому как обычная одежда может быстро утянуть на дно но зато под лед проваливается наш рыбак очень достоверно впрочем он уже знает свои следующие шаги случае если все-таки вы случайно провалились под лед нужно в первую очередь не паниковать постараться расставить руки для того чтобы выйти изо льда нужно руки в локтях согнуть опереться на лед ногу занести на лед который ближайшийся к льду и путем перекатывания откатиться безопасное место это если придется рыбаку заниматься самоспасением но чаще любители зимней рыбалки ходят парами тут уже пригодится помощь коллеги можно бросить спасательный круг утопающему или конец александрова с расстояния 3-4 метров но опытные рыбаки признаются что таких приспособлений в своем чемоданчике не носят чаще там самоспасатель или устройство ему подобные продемонстрирую как спасаю человека с помощью ручек со штырями спасенного рыбака следует отнести на безопасное место согревать же надо в месте которое защищено от ветра намокшую одежду снять укутать теплое или завернуть в одеяло не стоит забывать и о мероприятиях первой помощи повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза очистить рот от слизи добиться полного удаления воды из дыхательных путей желудка при необходимости доставить пострадавшего в медицинское учреждение в рязанской области оцифровали 100 процентов учетных карточек военнообязанных граждан об этом на правительстве заявил министр цифрового развития андрей ульянов в каждой карточке указаны фамилия имя отчества адрес регистрации категория годности к службе в армии приписной военкомат и другие данные что еще нужно знать о завершении мобилизации расскажем далее уходящий год для минцифры стал определяющим смысле предметного применения ведомство увеличило сервисность для всех госпрограмм и проектов но вот с населением есть куда стремиться например дозвониться в глубинку сегодня нельзя об интернете там даже не заикаются на это губернатор павел молков указал особо доступность связи вы правильно об этом самом начале сказали это сейчас уже базовое право людей условия для полноценной жизни это наличие доступа к телефонной связи и доступа к интернету у нас иногда с этим есть существенные проблемы особенно мы это вот ярко увидели во время пожаров медицинская информационная система у нас ее несколько месяцев назад практически вообще не было об этом можно открыто тоже говорить коллеги а это человеческие жизни это приоритет максимально практичные решения это станет основой для работы минцифры в следующем году но уже сегодня ведомство вместе с военными комиссариатами и мфц отработал задачу по оцифровке карточек военно обязанных досрочно по поручению минцифры рф период мобилизации подключились к работе по консолидации данных по гражданам подходящих под критерий участия в компании отраслевая специфика работы минцифры предполагает тесную связь с организациями и т-сообщества на сегодняшний день в контакте и прямом диалоге находимся с 50 ведущими компаниями региона в следующем году региональные минцифры должно работать максимально удобно для людей госуслуги безопасный город медицинская информационная система здесь нужно серьезно прибавлять павел молков ждет реальный практический результат ко встрече рождества каждый готовится по-разному кто-то по традиции посещает службу кто-то празднует дома вот театральная студия в приходе храма среди негосподня ставит целый спектакль пусть до премьера еще далековато планировался он именно к рождеству христово в большом холле голоса даже самых юных актеров звучат громко и проникновенно в приходе храма среди негосподня где есть школа семьи родная душа ребята репетируют пьесу под названием секрет любви готовили его специально к рождеству сюжет тоже выбирали особенно тщательно и как раз на поиске этого секрета и остановились конечно не хочется открывать полностью вот идеи спектакля ведь рождается сама любовь и поэтому здесь тоже рождается любовь показана семья которая меняется меняется глава семьи под воздействием разных обстоятельств и его сердце сначала просто каменное он меняется и в общем то становится его сердце любящим нежным и добрым основную идею секрета постарались сохранить но сами линии персонажей расширили так и тем значительно прибавилось и самих героев пьесе стало больше а герои здесь самых разных возрастов актеры постарше торопятся сюда с работы а вот самые маленькие и вовсе стараются скорее сделать уроки чтобы прийти в театральную студию нам очень нравится ходить театральную студию здесь очень весело мы все вот это вот встречаемся здесь учим роли учим свои эмоции выражать правильно основную идею пьесы каждый видит для себя по-разному для некоторых она в простой божьей заповеди не судите да не судим и будете в пьесе есть как богатые так и бедные семьи и каждый относится к своей судьбе по-своему как и к отношениям как и к любви не суди и не судим и будете вот как портой в данном спектакле говорил вот это все нищие они потому нищие потому что они не работают не такие тоже есть но к сожалению большинстве случаев не за этого вот он сам стал нищим и пока его сердце не размягчилось том числе благодаря слова моего персонажа он счастья не обрел спектакль рассказывает о том что несколько семей есть богатые есть бедные но все они наравне то есть не важно богатые людей или бедные главное что в сердце у них было добро а не зло чтобы все любили друг друга помогали в трудной минуте и все же главная тема любовь точнее ее секрет та любовь укрепляющая и вдохновляющая которая помогает не сбиться с пути она наполняет сердце радостью и то как персонажи будут искать тот самый секрет любви рязанский зритель сможет увидеть 14 января повторный показ на следующий день 15 какой будет погода на новогодних праздниках это сегодня пожалуй самый важный вопрос от этих метеоданных порой даже зависит праздничное настроение марина романюк называет цифры декабрь 2022 и так уже отметился множеством погодных аномалий рекордные снегопады и ледяные дожди и моментальные потепления и похолодания на 20 градусов сразу самое большое количество осадков за месяц с начала века в оставшуюся до нового года неделю рязанцев тоже ждала странная и крайне изменчивая погода в начале последней недели года было резкое похолодание в ночь на понедельник 26 декабря подморозило до минус 13 градусов а в обл-центре до минус 11 днем было бесснежно и безветренно ночная температура в течение всей недели минус 1 минус 3 градуса а днем оттепель минус 1 плюс 1 при этом горожан радовал выпавший снег который сразу создал новогоднее настроение продолжают сыпать снег и в четверг 29 декабря днем температура до плюс 2 градусов а вот в пятницу 30 декабря оттепель круглые сутки ночью минус 4 плюс 1 днем до плюс 3 пасмурно промозгло с небольшими осадками это может быть и снег и мокрый снег и снег с дождем и дождь в субботу 31 декабря придется готовиться к празднику при совсем не зимней погоде за окном потеплеет до плюс 4 новогоднюю ночь обойдется без оттепеля обещают метеорологи похолодает до нуля минус 5 градусов начнется снег но есть опасность будет очень скользко так как образовавшиеся накануне лужи замерзнут и превратят дворы и улицы в катки если пойдете гулять и поздравлять знакомых с 2023 годом будьте осторожны такая же погода ожидается и 1 января на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w-город-62.tv на наших страничках в соцсетях завтра смотрите итоги года в остальном всего доброго встречай новый год с дальневосточными деликатесами свежий улов чавыча красная икра белорыбеца с 26 по 31 декабря т.ц премьер субтитры создавал DimaTorzok